здравствуйте дорогие друзья с вами Валерий Бовсуновский значит сегодня мы поговорим о настройке такой вещи как пайчарн плюс апач плюс мод в сегре плюс mysql плюс php админ значит уроки уроки на сайте python-tut.ru вот здесь в разделе linux развертывание в ubuntu 16.04 пайчаром джанга плюс python 3 плюс apache 2 плюс мод в сегре плюс mysql плюс php админ в общем я их написал но сейчас переписываю они будут там значит написал много уроков много уроков большой курс но я его решил не давать а переписал в принципе пишу сейчас видео для новичков нашей школы установка будет в уроках очень подробно а сейчас моя задача показать что и что и как это работает вообще значит смотрите мы будем двухэтапно сначала вот как это работает вот у нас пайчаром да я могу ее закрыть я ее закрыл но если я набираю у меня уже сохранена допустим spb-tut.test то у меня запускается сайт реальный сайт школы находится по адресу spb-tut.ru а это локальный сервер но он полностью идентичен все значит версии сайта которые на сервере то есть мы локально будем устанавливать полную копию сервера зачем это делается на первом этапе новичку в принципе это не надо но конечно же это очень интересно но когда дофига информации дофига таблиц это очень необходимо первая причина есть многие предложения такие как форумы которые но не хотят с сэкээлэ работа с базой данных маленькой это первое второе нам надо нам на второе важное вот которым я постоянно сталкивался значит это когда я открою пайчаром то есть разрабатываешь пайчаром на сэкэлайт на этом сервере потом загружаешь на обычный сервер нормальный и начинаешь править ошибки то есть пайчаром одно на сервере другое мне это тоже честно сказать надоело поэтому я решил именно собрать локальный сервер полностью сделать всю эту связку и теперь все работает идентично потому что до этого приходилось на сервере создавать тестовые сайты что подгружало ресурсы теперь я могу их удалить значит ребята давайте сначала первый вопрос у меня я все уроки писал практически до этого в windows 10 то есть для школы ничего не меняется так как пайчаром что windows что в linux работает одинаково но все-таки среду разработки я даже не стал windows ставить обратные слэши знаете чем отличается система linux от windows грубо говоря windows сделан для блондинок да нажал кнопку нечто там происходит что там и все то есть но для разработки windows не подходит потому что вот что такое windows windows это вот такая вот скала да и по сути дела когда мы хотим развернуть некое программное обеспечение именно программистам мы должны как-то подстроиться под эту скалу грубо говоря потому что он ничего не позволит делать он ничего нам не позволяет а вот когда мы начинаем некие там прокладки прокладывать между нашим программным обеспечением и windows тогда это в принципе начинает работать поэтому если честно сказать вот я че я создал первый раз за четыре года а почему я создал вот это я щас поясню то есть мне раньше тоже не надо было я создал потому что решил заняться надо думаю переделать spb-tu.ru в соколайт базе не получится думаю надо сделать нормальный сервер локальный и windows я как когда только-только подумаю у меня портится настроение потому что ну это это хорошая система пользоваться в ней классно она красивая но посмотрите весь мир работает при разработке на линус почему потому что линукс он вот такой то есть мы берем когда линукс допустим мы установили что-то не работает мы до установили один пакет и опять все работает то есть это не скала это мягкая масса которую мы лепим по себя ребят ну я начинающий линуксует но просто последнее время только в линуксе торчу но балдю балдю честное балдю и у меня сейчас так дайте я должен произнести гордо сейчас продолжим не переживайте это обзорное видео поэтому и и так может кто-то заразиться это ксу-бунту я ее настроил под себя мне очень удобно сейчас пару сек по ксу-бунту ну поймите ну нравится смотрите вот быстрое меню когда надо работать а я открываю кучу программ вот у меня открывается меню она мне не мешает где-то я себе вывел показать рабочий стол то есть пайчаром давайте посмотрим пайчаром закрываем смотрим как открывается пайчаром считаем раз два три четыре все работает отлично ну грубо говоря быстро открывается работает тоже быстро значит а это тяжелая программа то есть что-то вынес сюда что-то сюда все работает скоренько все работает быстренько самое главное что наконец-то у нас есть вот это вот командная строка человеческая я себе создал алиасов вот надо перезгрузить сервер это все мы будем изучать в уроках я себе набираю один но мне так проще запомнить и сервер мой будет перезагружен то есть все это мы изучим в уроках так вот ладно не буду отвлекаться ну похвалился похвалился да задался вопрос а что лучше убунту ксу-бунту ребят сначала я вставил ксу-бунту потом убрал подумал подумал а вдруг убунту лучше я установил убунту потом просто на убунту установил рубашку ксу-бунту сейчас у меня есть и убунту и ксу-бунту и думаю то я посмотрю на в чем я больше работать буду но ребят но как не крутил ксу-бунту и совет новичкам так ребят сосредоточились и слушаем и так сейчас я расскажу опять важную вещь про ксу-бунту ребят смотрите кто свинды будет переходить ксу-бунту самое то то есть то же самое меню все разложено вот мне чем зацепило ксу-бунту да и это меню можно отредактировать под себя все удобненько а так работаем как с у бунту ну ладно отвлекся все настраивается как хотите итак поехали по делу да вот я придумал себе домен cpb-tut.test да то есть прикрепил php-moadmin ну давайте по ходу буду рассказывать и так сейчас я рассказываю для новичкам для новичков что есть что то есть про линукс поняли да я еще не научился этим пользоваться зачем я напишу эти уроки ну будем говорить так это нелегко поставить больше средней степени сложности я начинающий линукс овит но довольно опытный программист то есть мне было легко не легко но несколько дней ушло и при этом я люблю разбираться досконально понимаете так вот я вот недавно показывал уроки потом думаю не нифига надо по-новому и пока вот с первого раза с осознанием дела у меня не дошло вот сейчас напишу уроки для школы мы будем работать в пайчаром то есть менять код как нам хочется работа с проектом единственное что еще не добрался то есть сейчас вот это кнопка да вот что мы она запускается но при изменении кода надо перепоза перезапускать сервер вручную пока это одно неудобство да то есть меня до перезапустить сервер если надо изменить код то есть вот эта кнопка она в данном случае не распространяется на сервер но я придумаю какую-то фишку потому что в справке пайчаром как-то мутно написано но это пока не важно тем не менее мы пойдем двумя способами допустим большинству новичков по сути дела сервер сам и не нужен мы просто научимся тогда ставить базу данных mysql да кто-то по этому принципу поставит и другие базы данных и все будет работать с таким же сервером только с базой mysql да а кто уже полный цикл то есть грубо говоря как я показывал мы закрываем пайчаром я не буду сейчас закрывать но сайт остается работать то есть у вас запущен компьютер сайт работает вы работаете как с нормальным сайтом ну давайте первое и так первые три блока это первый пайчаром пайчаром это понятно это комбайн то есть среда разработки ребят но за 4 или за 5 лет но я всем не воспользовался но все здесь есть тем более как вы видите я недавно писал уроки вот обратите внимание вот опять на этом сайте питон-тур точка ру сейчас сразу скажу а вот битбаке да то есть я уже полностью работаю с битбаке там посмотрите видео на сайте зачем это то есть среда разработки и новичку это очень важно поймите вот это новичку важно посмотрите видео обязательно в том разделе там есть пайчаром то есть это среда разработки значит ну само собой если есть пайчаром у нас есть python мы стройка работаем и понятно что мы работаем жанга и есть жанга в принципе все эти вещи мы устанавливаем научились школе все делает у нас пайчаром нам не надо что-то вручную делать плюс пайчаром делает гид вот и писал уроки то есть ну я работаю через значит битбаке потому что там можно бесплатно создавать свои репозитарии а не публичные далее чтобы у нас все работало то есть когда мы выключаем пайчаром и а сайт оставался работа для этого и делается значит добавляется сервер а патч то есть грубо говоря мы будем настраивать сервер а патч хотя есть и другие сервера но просто вы научитесь а патча потом кто-то другой захочет поставить пожалуйста вы будете понимать что по сути дела здесь тоже я разобрался и дело довольно здесь несложное но не сложное сейчас а так сложное то есть по сути дела мы с вами будем что делать то есть в папке с есть а патч и так там и что пишется и дальше потом его включать они будут сайта сына и набал и включать и после этого он у нас будет работать то есть но а патч он не понимает запросы джанга поэтому здесь нам понадобится мод в сг и который будет обрабатывать все запросы запросы между апачем и джанга чтобы вы понимали вообще что делает мод в сг и по сути дела есть документация но много здесь о пядей во лбу не надо это уж точно ну вот допустим файл настройки мод в сг и то есть зачем он нам нужен мы указываем директорию проекта то есть где находится проект ну я вас научу чтоб не было ошибок все копированием копированием далее мы указываем куда обращаться к файлам настроек и мы указываем здесь свое виртуальное окружение то есть где искать почему потому что неправильно допустим указать будет вытягивать сервер джанга искать по всей системе а так уже будет конкретно обращаться к конкретным виртуальному окружению по сути дела сайта вы сможете сделать локально много сколько хотите почему вот как я показывал вот сейчас еще поясню это не подробные уроки подробные уроки пишутся ребята просто я рассказываю смысл что есть что сайта с то есть то есть ой не то не то не то не то то есть у меня допустим создан джанга комп на одно на спб вот на этот сайт который сейчас показывал еще один комп файл то есть и так можно до бесконечности добавлять сколько хватит силу вашего сервера грубо говоря мы здесь продолжаю я да то есть мод в сг и он начинает обрабатывать запросы между апачем и джанга так надо джанга и джанга да джанга в свою очередь тянет пайтон то есть вот так получается далее мы к проекту подключаем базу данных значит немножко неудачно майс и каэль да майс и каэль или sql то есть это тоже мы научимся делать допустим сразу я второй пункт скажу чтобы было понятно и чтоб эта база данных по сути дела мы мы ее подключим в среде да и вот будут драйвера стоять то есть full то есть все у нас будет работать но нам же хочется и базы данных корректировать смотреть что там происходит вот для этого мы с вами установим php май админ это такая вот вещь сейчас что я хотел показать и где да вот здесь я хотел показать то есть грубо говоря морду да чтоб она php май админ и будет это вот так вот выглядеть то есть мы будем набирать php май админ и у нас запускается вводим пароль и мы заходим у нас нормальная как на сервере база данных вот все есть то есть у меня разные базы тут и мы здесь можем уже производить какие-то действия как на обычном сервере то есть ну вполне нормальная среда конечно я завидую новичкам школы которые посмотрят уроки и точно сделают это приятно потому что я все думал откладывала потом разозлился но решил только на linux буду делать почему потому что это удобно я объяснял почему то есть вот такая у нас получается конструкция это конечно же классно научиться делать ну и конечно мы установим php но php нам нужен чтобы работала php май админ и забудем про него так будем работать с python теперь потому материалов много ребят на самом деле материалов много но видите в основном краткие инструкции я меня интересовали такие вещи как проверять ошибки правильно работает apache короче копался я копался несколько раз как я делал вот и новичкам потом рекомендую у меня есть программа system bug и создаем все точки восстановления и пошли делать что-то не получается плюнули опять откатились назад начали сначала так научитесь точно я всегда так поступаю когда мне мало известно я не стесняюсь проделать тысячу раз какие-то действия которые делал пока не разберусь вот сейчас я сижу вот вам рассказываю и у меня в голове полностью визуальная картинка всех моих действий то есть я понимаю что я понимаю и могу рассказать поэтому я себе создал такую инструкцию хотя для начала я использовал большую кучу сайтов да но у меня не получилось как-то сделать там с какого-то одного сайта потому что при установке не все шло гладко то php выкидывал то когда нет понимания не получалось подключить виртуальный хост то есть по сути дела ну не работал сайт и все вот вроде открываешь пайчаром запускаешь работает а закроешь пайчаром не работает то есть сервер не работал это было до тех пор пока я не разозлился после наверное там четырех-пяти переделываний все таки потом сел и уже а а а значит уже расписал так подробно себе вот этот виртуальный хост и после этого уже когда подключал второй сайт это у меня заняло пять минут а сначала ну не понимал я потому что кто-то делает там созданием новых поезд кто-то без создания мне надо было и просто и надежно и чтобы все работало и при этом было ну в общем разобрался вот это все будет в уроках как сказал уроки искать значит ребята на сайте python-tut.ru тут будет в разделе linux значит теперь пару слов для новичков ребят здесь если вы совсем новичок то надо начинать со школы spb-tut.ru выход на средний уровень вот специально скачал сайт и уже переделываю доделываю разделы чтобы давать более удобнее хочу дать еще тут около десяти суток видео в школе но я сейчас буду фишки исходя из опыта по современным версиям джанга в общем ну много чего буду давать поэтому начинать отсюда не надо лезть сразу в какие-то там ну лучше иметь доступ двум сайтам потому что тут мы начали изучать другие языки как java script ну посмотрите а здесь мы занимаемся python жанга python с нуля ориентироваться пока ну возможно кабинет переделывать даже еще не знаю по кабинету вот как значки расположены так и ориентироваться ладно то есть не отвлекаемся да это я вас отвлекаю я полностью согласен а вот субунту что мне нравится вот здесь вверху надо быстренько что-то открыть то есть здесь у меня арсенал и вверху арсенал и надо где-то что-то посмотреть здесь раз я такой человек что я не могу вот ждать мне надо подстроить чтобы все работало как я хочу и вот субунту меня устроило ой перескакиваю ну поэтому здесь пожалуйста где-то надо здесь если где-то выбрать программу то есть ну со всех сторон все что мне надо все удобно это разработка так в принципе схема понятна вот поэтому я и пишу уроки я уже написал был 15-40 переписываю и чтобы мы все это дело с вами пройдут то есть будем устанавливать все все будем устанавливать все будем настраивать я ссылку на курс дам где показывал вы там его и смотрите ну по сути дела получится у всех это сто процентов почему потому что ну когда разберемся все просто ну а так надо понять для начала надо вот понимать вот эту схему что и что вот поэтому я решил для новичков вот это все дело объяснить для начала чтобы понимать а то человек слышит мод в СГИ а зачем он нужен ну а патч примерно представляют люди зачем нужен вот и так далее и так далее в принципе то что я хотел рассказать я рассказал ну спасибо ребят это видео обзорное ну а видео было записано приготовьтесь сделайте звук погромче в ксу бунту все спасибо за доверие так это вы в 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